Шалом алейхем, продолжаем молитву Аравии с охот Катана, потому что в этом пиуте есть слова, которые говорят Чтобы закончился год с его проклятиями, и потом мы говорим, чтобы начался год с своими благословениями После этого мы читаем в лавнацах Аль-Хагитит-Ли-Асах Молитвы Роша Шана, несмотря на то, что это день суда и день трепета, эти молитвы мы должны молиться с радостью, с мотивом и с огромной каваной Потому что молитва без скаваны, молитва без понимания и намерения, что человек молится перед Всевышним, она как тело, без души Несмотря на то, что это день суда, человек не должен стараться плакать в Роша Шана, не приводить себя к плачу Но если человек во время молитвы сам по себе, и у него проявляется плач, и даже если у него идут слезы, текут как река, он этим не нарушает Рицарь говорит, что человек, который в эти действия и рассказания сам пробуждается к плачу, то он должен знать, что в этот момент сейчас его на небесах судят Дальше говорит Аллаха, что в эти действия и рассказания мы вместо Гаммеля Хакадош, мы говорим Гаммеля Хакадош, что эти 10 дней мы воцаряем Всевышнего Что царь, он создатель, он Всевышний, он создатель, что он царь на всей земле Поэтому человек должен сказать Гаммеля Хакадош, человек, который ошибся и сказал Гакеля Хакадош Если еще полторы-две секунды не прошло, и он сказал Баруха Таашем, Гакеля Хакадош, Гаммеля Хакадош, исправился? Он исправился. Если нет, должен начать молитву сначала Теперь Баруха Таашем, у нас эта молитва Атака Таашем, Гакадош, она намного длиннее Там другой мусор у нас Поэтому человек, который не помнит, не знает, он сказал Гаммеля Хакадош или Гакеля Хакадош, как обычно Тогда если он точно помнит, он сказал Ладор, Бадор, Амлиху, Лакель и так далее То есть он начал молитву Роша Шана Тогда мы говорим, скорее всего, он прочитал так, как надо, и повторять он не должен Но если и этого он не помнит, говорил он молитву Роша Шана начал или нет Тогда он должен будет начать молитву сначала Человек, который забыл сказать другие добавления в Роша Шана Как Зохрену Лехаим, Михамоха, Ухтобра Хаим, Усефер Хаим Если он уже сказал благословение после этих добавлений Что мы просим Всевышнего, чтобы он вспомнил нас на жизнь Чтобы он записал нас в жизни Вспомнил, мы говорим, это, чтобы дал нам жизнь нашей души Записал на жизнь, чтобы записал наши тела жизни Книгу жизни запечатал нас То все эти добавления человек, когда пропустил Он пропустил, не обязан возвращаться Если уже сказал благословение, которое идет после них Веда Хаим, дальше продолжим На следующий раз Бархадонай лау лам, амин, амин Спасибо за внимание Продолжение следует...